Привет из Турции! Я приехала в отель Жустиниана Делюкс. Это пятизвездочный отель на первой линии в Алане. Он славится тем, что туристы ездят сюда годами. Я и сама уже была в этом отеле три года назад. Решила освежить обзор и проверить, хорошо ли здесь отдыхать в 2024 году. Пятизвездочный отель Жустиниана Делюкс Резорт находится в курортном поселке Акурджалар, в 32 километрах от Алании и в 90 километрах от аэропорта Анталии. У него большое число позитивных отзывов, а многие туристы ездят сюда отдыхать из года в год. Сотрудники отеля хорошо говорят на русском языке. Персонал тут отзывчивый. Бесплатный Wi-Fi есть только в лобби. Отель выглядит современно. Заметно, что в Жустиниана Делюкс постоянно что-то обновляют, в том числе и в 2024 году. На просторной территории резорта находятся два отеля с общей инфраструктурой. Клап Алания, четверка, работающая только летом, и два корпуса Жустиниана Делюкс, главный рядом с морем, и Теодора, в 300 метрах от пляжа. На территории находятся два просторных бассейна и два дополнительных для детей. В летний сезон работают водные горки. Также с мая по октябрь тут очень активная анимация и веселая атмосфера. Зимой же тут спокойно. Среди отдыхающих много спортсменов. В отеле можно поиграть футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бильярд. Заниматься на тренажерах можно на открытом воздухе или в спортивном зале. Все это доступно без доплат. В отеле Жустиниана работает спа-центр с бесплатным хамамом и сауной. За дополнительную плату можно заказать массаж и различные программы. Кстати, спа-центр в этом отеле действительно хороший. Чистый, красивый, с приятным персоналом. Тут охотно делают скидки, а ко плате принимают даже рубли и российские карты. В холодное время года в отеле работает крытый бассейн с выделенной детской зоной. Для детей в отеле Жустиниана Делюкс есть несколько игровых площадок с горками и качелями. В мини-клубе проходят мастер-классы, игры и занятия. В летний сезон тут оживленно и весело, а зимой спокойно, но все равно интересно. С мая по октябрь отель Жустиниана Делюкс работает по концепции ультра-олл-инклюзив с импортным алкоголем. А зимой тут классическое все включено. Алкоголь местный. Из других напитков предлагают чай, кофе, сок и лимонад. В отеле есть круглосуточный бар и летний лаунж с премиум напитками. Снэк-бар на пляже работает круглый год. Тут предлагают фастфуд, овощи и фрукты. Можно полноценно пообедать прямо у моря. На территории резорта полно зелени, цветов и фруктовых деревьев. Воздух здесь кажется особенно чистым. Конечно, летом тут очень оживленно, а зимой сюда стоит поехать любителем спокойного отдыха. Кроме того, отель находится на исторической земле. Узнать об этом подробнее можно во время отпуска, изучая таблички у экспонатов, выставленных на территории. Если вы впервые на моем канале, то загляните в видеозаписи. Там вы найдете обзор многих отелей в Египте, Турции, Эмиратах, Таиланде и других странах, а также полезные советы для путешественников. Я уверена, что вам понравится и вы захотите подписаться. Это стандартный номер. Сейчас цены на него начинаются от 65 долларов за ночь. На двоих по системе все включено. Давайте его посмотрим. Здесь просторная прихожая. Тут находится ванная комната. В нее заглянем попозже и зеркало в полный рост. Вот такой шкаф. Здесь отделение с вешалками, с полочками и бесплатный сейф. Номер очень просторный. Тут высокие потолки. Две кровати. Односпальная и двуспальная. Постельное белье. Белое, чистое. Напротив кровати есть еще вот такое место для хранения вещей. Здесь вообще много места для хранения вещей. Столик. Еще одно зеркало. Светильники. И вообще здесь уделили внимание деталям. Есть светильники, картины. Мне это нравится. И напротив кровати висит большой современный телевизор. Тут же кондиционер. Это уголок мини-бара. Тут есть чайник, вода, чай, кофе и стеклянная, а не одноразовая посуда. Это плюс. И вообще вот такие вот симпатичные бокальчики. В мини-баре зимой только вода, но я попросила организовать для меня летнюю версию мини-бара, чтобы я могла вам ее показать. Вообще, если вы тоже хотите летнюю версию мини-бара, если для вас это принципиально, можете просто обратиться к guest relation. Тут очень отзывчивый персонал. Я уверена, что никому не откажут. Так что тоже можете этим пользоваться. Здесь лимонад, минеральная вода и пиво. На балконе вот такая зона отдыха. Есть сушилка для белья и просто чудесный вид на море. Ванная комната просторная, чистая, с хорошей сантехникой. Здесь просторная душевая кабина. Есть фен из косметических принадлежностей мыла. В я остановилась в основном корпусе отеля Giustiniana Deluxe. Почти все номера тут с видом на море. Отдых в корпусе Теодора стоит немного дешевле, потому что он расположен чуть дальше от пляжа. Во время первой поездки в отель Giustiniana я жила именно в нем. Поговорим о питании в отеле Giustiniana Deluxe. Я покажу вам шведский стол в основном ресторане. Начнем с завтрака. Из горячих блюд по утрам есть яйца и каши. Омлеты готовят индивидуально. Очередей в мой заезд не было. Еще из горячего есть картошка, колбаса, овощи. Отмечу, что завтраки не повторяются изо дня в день. Основа у них одна, но готовить стараются разнообразно. По утрам на шведском столе есть турецкие пирожки, блины и другая теплая выпечка. Из холодных закусек предлагают ветчину и турецкие сыры. Еда не заканчивается, все пополняют своевременно. На шведском столе всегда есть зелень и свежие овощи, несколько видов оливок, а также йогурты и хлопья с молоком. К выпечке предлагают несколько видов варенья, мед и шоколадную пасту. Все продукты в ресторане свежие. Ничего не засыхает, горячие блюда не остывают. Из фруктов по утрам зимой предлагают груши, яблоки, апельсины и мандарины. За дополнительную плату можно заказать свежевыжатый сок. Из включенных напитков есть чай, горячий шоколад и кофе. С утра до вечера в отеле Жустиниано Делюкс работает кондитерская. На мой взгляд, тут очень вкусные пирожные, особенно чизкейки. Также здесь предлагают кофе и мороженое. На обедах и ужинах в отеле Жустиниано одинаковое число блюд. Однако днем и вечером гостям предлагают разную еду. Два вида супа, гарниры из риса, макарон, картошки и овощей. Несколько блюд из мяса, курицы или индейки, один-два вида рыбы. Деликатесов на шведском столе ждать не стоит. Но все же отмечу, что наполнение тут достойное. Продукты качественные и приготовленные, на мой взгляд, хорошо. На шведском столе предлагают турецкие холодные закуски, салаты, соленья, оливки, а также свежие овощи и зелень. На обедах и ужинах есть зона диетических блюд. Тут отварное мясо, овощи без специй и так далее. Из десертов предлагают турецкие сладости, пудинги, бисквитные торты и рулеты. Дополнительные сладости можно найти в кондитерской. Она находится в зоне ресторана. Зимние фрукты в Турции – это апельсины, мандарины, бананы, яблоки и груши. Напитки – это сок, лимонады, турецкий алкоголь, чай и кофе. Их можно заказывать за столиками. Официанты тут вежливые и расторопные. В летний сезон в отеле Жустиниана Делюкс работают три а-ля-карт-ресторана, с обслуживанием по меню. Итальянский, мясной и рыбный. Их можно посетить без доплат. По вечерам в лобби и в барах разжигают камины. Это очень уютно и красиво. Для детей проводят мини-диско, а для взрослых – шоу с участием приглашенных артистов. А в летний сезон тут есть еще и дискотеки. Отель Жустиниана Делюкс находится на первой береговой линии. В очень живописном месте. Посмотрите меня за спиной, какая красивая гора, там хвойный лес. Здесь можно сделать просто потрясающие фотографии. Пляж тут песчано-галечный. Местами вход может быть рисковат, но есть очень комфортные участки. Нужно отойти немножко вправо-влево, поискать, где будет комфортно именно вам. В летнее время пляж хорошо оборудован. Тут есть бар с напитками, бар с закусками, возможность поиграть в волейбол. Все очень комфортно – лежаки, зонтики. В общем, как и везде в турецких отелях. Зимой большая часть шезлонгов убрана. Желающих позагорать в феврале почти нет. В разгар сезона здесь полно лежаков. Желающие могут арендовать кабинку за дополнительную плату. Рядом есть центр водного спорта. Пляж песчаный, но на входе в воду есть галечная полоса. На этом пляже редко бывают большие волны, а цвет воды здесь всегда особенно красивый. Море чистая, береговая полоса длинная. Рядом с отелем Жустиняна Делюкс расположена живописная гора. На нее можно забраться, чтобы погулять в хвойном лесу, подышать чистейшим воздухом и послушать пение птиц. Тут можно сделать очень красивые фотографии. А Курджалар – это спокойный курорт. Тут нет ночных клубов и большого числа развлечений. Но все же работает два торговых комплекса Нива Аутлет, в которых продают брендовые вещи по сниженным ценам. Правда, вне сезона они закрыты. Также тут есть большой базар, на котором можно купить одежду и сувениры. Зимой он тоже закрыт. А вот супермаркеты, в которых можно закупиться гостинцами для близких, работают круглый год. На активный шоппинг вне сезон можно поехать в Манавгат или Воланью. Впрочем, в Воланью стоит поехать и летом. Автобусная остановка находится рядом с отелем. Когда я решила поехать в отель Жустиняна три года спустя, я немножечко опасалась, потому что частенько отели имеют такое свойство, со временем портится. Но оказалось, что тут все совсем наоборот. Заметно, что тут не снижают планку, а наоборот что-то улучшают, дорабатывают. Я вижу, что здесь идет частичная реновация, то есть к лету что-то улучшится. Кое-где поменяли дизайн. Например, ресторан стал гораздо современнее. В общем, мне здесь понравилось. И я точно знаю, что летом здесь будет хорошо. В целом, я могу рекомендовать вам этот отель. В описании под видео я оставлю ссылочку, по которой вы сможете проверить цены на туры в этот отель из вашего города. Ставьте лайк, если вам понравился отель Жустиняна. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.